Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ГРТ в студии Ирина Караман. В начале выпуска коротко о главном. Президиум Народного собрания Гагаузии принял постановление о переносе чрезвычайного съезда депутатов всех уровней. В этом году Молдова столкнулась с энергетическим кризисом. Спрос на котлы и электроприборы высок. Сумма капитальных инвестиций на 2022 год составляет 35 миллионов леев. В одном из филиалов Кишиневской библиотеки имени Богдана Хождео планируется проведение капитального ремонта. 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенства. Президиум Народного собрания Гагаузии принял постановление о переносе чрезвычайного съезда депутатов всех уровней. По какой причине сообщил спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. К нам обратились совет старейшим, общественность, общественники наши обратились, обратились примары, исполком, чтобы мы в связи с общественной ситуацией приостановить, чуть-чуть продлить дату. Дата будет дополнительная, всем предупреждена. Президиум Народного собрания Гагаузии констатирует, что в информационном пространстве Республики Молдова появились многочисленные публикации о высказываниях на национальном и региональном уровнях политических деятелей, журналистов, творческой интеллигенции, об опасности, исходящей из Гагаузии для целостности и безопасности Республики Молдова и сепаратистских настроениях политических лидеров гагаузской автономии. К сожалению, эти провокационные и абсолютно необоснованные информационные новости тиражируются популярными интернет-сайтами и в Гагаузии, создавая неблагоприятный информационный контент вокруг автономно-территориального образования Гагаузия. В этой связи Президиум Народного собрания Гагаузии заявляет, автономно-территориальное образование Гагаузии в историческом, настоящем и будущем контекстах является составной и неделимой частью Республики Молдова. Гагаузская автономия – это форма самоопределения гагаузского народа, но исключительно в рамках единого молдавского государства, ставшего единственной родиной для малочисленного гагаузского народа. Любые заявления политических деятелей и других должностных лиц в публичном пространстве о сепаратизме гагаузской автономии являются безосновательными и опасными, преследующими цель посеять рознь между гагаузским и молдавским народами, являющимися ключевыми частями единой молдавской нации. Гагаузская автономия является угрозой только для тех людей и институтов власти, которые проповедуют идеи объединения с другими государствами и считают, что Республика Молдова – это временный государственный проект, созданный искусственно и не имеющий своего будущего. 28 сентября в 2018 году на 81-м году жизни скончался Степан Михайлович Топал, деятель гагаузского национального движения, первый и единственный президент гагаузской республики. Степан Михайлович был активным участником тех исторических и судьбоносных событий. 23 декабря в 1994 году парламент Республики Молдова принял закон об особом правовом статусе гагаузии – гагаузирии. Эта дата стала историческим событием, всеобщим международным признанием гагаузов как народа, обретшим свою малую родину. В июне 2010 года Степан Топал вошел в состав основателей движения Совет старейшин гагаузии. Имя Степана Михайловича Топал навсегда вошло в историю гагаузского народа. В этом году Молдова столкнулась с энергетическим кризисом. Цена на газ составляет почти 30 лей. По этой причине все больше людей переходит с газовых котлов на традиционные печи, котлы на твердом топливе и энергообогреватели. Спрос на котлы и электроприборы высок. Хватает ли их на рынке, узнавала наш корреспондент Зинаида Канцер. В этом году цена на газ заставляет людей все больше использовать для обогрева своих домов и квартир конвекторы, кондиционеры и камины, а также котлы на твердом топливе. Люди, которые намерены обогреваться дровами, говорят, что запасов очень мало. И как выживут зимой, не знаю. То, что осталось в той зиме, немножко, это есть, но еще надо, потому что зима длинная. Будем газом, наверное, экономить, очень сильно экономить малышу, посмотрим. Камином, газом, у нас газ, котел газовый. Дровами газ отказывается. Все уже сказали, через яком все будут топить. Мы на квартире только газом надо, вот с газом, видите как, пенсия маленькая. Вот, пришла, таблетки купила, а чем будем греться, один бог знает только. Солнышко будет, погреемся очень хорошо. А если не будет солнышка, с газом навряд ли. Как увы, пенсия, две тысячи, далеко не пойдем. Пока каминомьёк, бельме. Сомбак, чеснёвочек. Чуть-чуть имею с прошлого года и на что хватит, не знаю пока. Уеду, наверное, с этой страны. Что это, разве можно в такой стране жить? Электроприборы на рынке дорожают каждым днём. Даже если их приобрести, это не даст полной уверенности, что в помещении зимой будет тепло, отмечают жители. Если все включат камины, что тогда со светом будет? Не знаю. Время покажет, короче, посмотрим. У меня котёл, у меня печки нет. А камин имеете, будете? Камин есть, но на камин рассчитывать, если будет электричество отключать, тоже проблема будет. Поэтому надеемся всё-таки, что нас не оставят без газа. Спрос на конвекторы, кондиционеры и котлы возрос в несколько сотен раз, сообщают продавцы магазинов. По их словам, они достаточно дорогие, но по сравнению с предстоящими затратами на газ в зимний период, это более бюджетный вариант. Вырос спрос, потому что люди вынуждены переходить на альтернативу газа, а это, конечно, свет. У нас спросом пользуются конвекторы, именно конвекторы, не масляные радиаторы, потому что уже практика показала, что конвектор, он в разы быстрее греет и немножко экономичнее. Кондиционеры тоже альтернатива, особенно если он идёт с инвертором, он допускается до минус 15, это тоже альтернатива. Да, он будет дороже, но вы одним аппаратом можете согреть дом. Цены на электрообогреватели в этом году повысились, но незначительно отметили продавцы. Конвекторы можно приобрести от 2,5 тысяч леи и выше. Цены на котлы на твёрдом топливе варьируются от 12 до 100 тысяч леев. Несмотря на дорогу весну, люди покупают их. Я скажу, что ненамного поднялась, даже в связи с такой сильнейшей инфляцией, что у нас происходит, ненамного. Ну, процентов плюс 10, это как бы ещё считаю нормой. Люди видят смысл перестраховываться. Некоторые это делают, дабы сэкономить, некоторые это делают, дабы просто обезопасить себя от того, чтобы совсем не остаться без тепла. Также начали продаваться более современные производители тепла, это тепловые насосы. В связи со сложившейся ситуацией в стране и нехваткой финансов у жителей, администраторы магазинов пошли навстречу людям и дают технику в виде рассрочки. В магазине любой человек, имея полсуммы от той суммы, которая ему необходима, имея 50% и паспорт, может оформить, например, покупку на 20 тысяч, человек может заплатить 10 тысяч, на остальные 10 тысяч получить беспроцентную отсрочку и без никаких банков. С 1 октября цена на газ будет составлять около 30 леев. Государство предусмотрело ряд компенсаций для населения в отопительный период. Зинаида Канцер, Сергей Георгиев, Алексей Герчу, ГРТ Новости. Сумма капитальных инвестиций на 2022 год составляет 35 миллионов леев, из которых 17,5 будут направлены на реализацию региональных проектов и 17,5 миллионов леев на проекты местного значения. На сегодняшний день в адрес исполнительного комитета Гагузии поступило ходатайство от пяти населенных пунктов об изменении капитальных вложений на местном значении. Согласно закону о капитальных инвестициях, каждый населенный пункт автономии получит финансовые средства на реализацию инфраструктурных проектов. Пять населенных пунктов Русская Киселия, Кангас, Кирьетлунга, Кирсова, Джалтай отправили ходатайство в исполнительный комитет Гагаузии об изменении приоритетов при распределении инвестиций местного значения. Русская Киселия с проектом ремонт дороги по улице 8 Марта. Это село Кангас с ремонтом здания Дома культуры. Это будет отремонтирована фасадная часть с северной стороны, а также площадка. Это село Кирьетлунга с проектом ремонт дороги в белом варианте по улице Партизанская в селе Кирьетлунга, Тогаузия. Начальник главного управления строительства и инфраструктуры Иван Калиогла отметил, что у сел Кирсово и Джалтай отсутствует подтверждение от депутата, которое требуется согласно внесенным изменениям в закон о капитальных инвестициях. Село Кирсово у него разбивка на несколько проектов. Это приобретение камер видеонаблюдения, это установка детских площадок, это приобретение микшерного пульта для Дома культуры, это реконструкция моста в северной части села, это ремонт кровли над зданием кухни базы отдыха «Чайка». И также следующее село – это село Джалтай с проектом строительства бювета с бурением глубинной скважины в селе Джалтай. Общая сумма выделяемых средств на капитальные вложения на местном уровне с учетом 24 населенных пунктов составляет 14 миллионов леев. Исполнительный комитет направил постановление в Народное собрание Гагаузии для их рассмотрения и утверждения. Марина Топалк, Григорий Ставилов, Алексей Герчук, ГРТ Новости. В одном из филиалов Кишиневской библиотеки имени Богдан Хождео планируется проведение капитального ремонта. Тему продолжит наш корреспондент. Библиотека имени Богдана Петричей Кухождео в муниципе Кишинев имеет несколько филиалов, открытых при реализации проекта «Услуги для национальных меньшинств». Одним из них является библиотека гагаузской культуры имени Михаила Чакира. Она была открыта 30 лет назад. За это время данное учреждение стало настоящим центром гагаузской культуры. Для нас, для гагаузов Кишинева, она практически стала исторической, потому что, когда она открылась 30 лет назад, наши гагаузы были более энтузиасты, сегодня более мы стали прагматичны. И здесь такие задушевные встречи гагаузов было. Библиотека находится в полуподвальном помещении. За последние 20 лет оно обветшало. Особую озабоченность вызывает устаревшая система электроснабжения, отметила директор библиотеки Анжела Вентиле. «Само здание было сдано в эксплуатацию ещё в 1968 году. То есть уже чуть больше 50 лет. Естественно, инфраструктура уже вышла из строя. И проводка, и канализация. Электропроводка не выдерживает нагрузки. И, естественно, исходя из этого, ремонт просто необходим как воздух». Проектно-сметная документация по проведению капитального ремонта библиотеки уже разработана турецким агентством ТИКО. Проект утверждён, и в ближайшее время должны начаться строительные работы. «Мы посетили библиотеку, ознакомились и пришли к выводу, что библиотека, несущая имя гагаузского просветителя Михаила Чекира, должна быть другой. Поэтому мы хотим принять в этом участие и модернизировать это помещение. Мы очень хотим, чтобы эта библиотека стала тем местом, куда будут хотеть приходить гагаузы, проживающие в Кишинёве». Координатор агентства ТИКО отметила, что реализация данного проекта предусматривает не только капитальный ремонт, но и современное оснащение. «Это не только замена полов, окон и дверей, но и оснащение этого здания по последнему слову техники». Библиотеку имени Михаила Чекира ежегодно посещают более 5000 читателей. Фонды ежедневно пополняются новыми, уникальными изданиями и составляют более 30 тысяч экземпляров. Алена Терзи, Сергей Георгиев, Григорий Ставилов, Алексей Герчу. ГРТ Новости. 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенства. Он призван привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к её последствиям. Бешенство, здоровье, ноль смертей – такого девиза всемирного для борьбы против бешенства в этом году. Мероприятие посвящено ликвидации бешенства как у людей, так и у животных. Бешенство – острое инфекционное заболевание, которое сопровождается поражением центральной нервной системы и заканчивается летальным исходом. Его возбудителем является вирус Рабдан, сообщила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Камрад Елена Дюльгер. Источником инфекции является дикое животное, зараженное бешенством. В основном это дикие животные семейства собачьих – это волки, лисицы, шакалы, даже в некоторых странах и летучие мыши, которые, в свою очередь, контактируя с домашним животным, в основном это собаки и кошки, прошу прощения, заражают домашних животных. Последние, в свою очередь, при контакте с человеком, посредством укуса, царапины, реже при контакте со слюной вызывают заражение бешенством у человека. Инкубационный период бешенства составляет в среднем от трех до шести недель. Это зависит от локализации укуса животного. При заболевании бешенством у человека начинается с появлением неврологических болей по ходу нервов в месте укуса, затем появляется, может появиться тошнота, рвота. Больной теряет сон, жалуется на общую слабость, сердцебиение, выраженное беспокойство и начинает избегать людей. Через 2-3 дня с начала повышения температуры начинается стадия возбуждения, так называемая, у больного, которое характеризуется сильным беспокойством, чувством страха и неминуемой смертью. Смерть наступает, если своевременно не вакцинироваться. Существует тихая и буйная форма бешенства, отметил специалист национального агентства по безопасности пищевых продуктов Андрей Курка. Если кошки и собаки не вакцинированы против бешенства, то обязательно они в течение 14 дней могут заражаться и могут иметь клинику. Они очень спокойны первоначально. Они могут подходить к человеку, облизывать руки ему, лицо. Ни в коем случае нельзя подаваться. От человека к человеку бешенство, как правило, не передается. Заражают людей и друг друга животные. В Гагаузии проводится кампания по борьбе с сибирской язвой. Об этом также сообщил сотрудник Анса Андрей Курка. Сейчас у нас в Гагаузии проводится кампания вакцинации овец и коз и лошадей против сибирской язвы. И просьба такая, чтобы если ветеринарный врач вам дал задание на завтра прийти, фиксировать данного животного, никогда не оставляйте на потом. На потом это все остается как на потом. И результат, конечно, будет и с нашей стороны, чтобы мы не успели сделать, но большинство с вашей стороны так, как некоторые не хотят фиксировать. Нету типа рабочих. Но закон гласит о том, что каждый владелец животного обязан предоставить ветеринарному врачу любой вид животного в том месте, где он скажет, и вы обязаны фиксировать. И вот тогда, значит, когда будете выполнять все это, я думаю, что и вы, и другие не будут страдать. И вы всегда плачете о том, что ставят вакцину, и два-три дня нету молока. Даже и человеку, если ставишь один уколчик, у него может подняться температура. Не домогаем, там еще что-то. Но мы стараемся для всей попояться, для всего народа, чтобы было все хорошо. Наш выпуск продолжит прогноз погоды в автономии. В Гагаузи ожидается переменная облачность. Влажность воздуха составит 82%. Атмосферное давление 751 мм тутного столба. Ветер восточный со скоростью 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в Камрате ожидается плюс 12 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут отметку 27 со знаком «плюс». В Чедерлунге ночью ожидается 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 28 градусов. Вулканештах ночью плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до отметки 27 градусов по Цельсию. Мы желаем вам только хороших новостей. Оставайтесь с нами на телеканале ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова